Можете ли вы дать правильное толкование хадиса про оправдание одного брата другому? С каким доводом объяснить, если говорят, что это не касается сестер, жен, дочерей? Ответ очевиден для меня, но для человека очень трудно объяснить. Именно в таком формате хадис, что сказать, дайте оправдание своему брату, такого хадиса нет. Есть слова наших предшественников, ученых, Фудайл и Абду Галаба и также Умар ибн Абдул-Азиз, которые говорятся «Иль тамисли ахика узра», «Иль тамисли ахика сабаина узра». Найди оправдание своему брату мусульманину, найди оправдание своему брату 70 оправданий. Если оправдание не найдешь, скажи, может, у него есть оправдание. Такие слова есть у наших предшественников. И также Умар ибн Абдул-Азиз говорит, «Самый умный из людей тот, который им оправдание дает». Когда ошибаются люди, если оправдание не давать, жить в этом дуне трудно будет. У человека ни друг не останется, ни брат не останется. Потому что нет в дуне человека, который не ошибается. Полностью совершенных людей не найдешь ты. Ошибаются люди. За каждую ошибку, если мы будем их ругать, или же порицать, или же, например, за то, что он против тебя что-то не так сделал, если мы с ним отношения испортим, у тебя ни друг не останется, ни брат не останется, ни жена не останется. Потому что нету из нас, которые не ошибаются. Как сказал Пророк, саллаху, алейкум салам, «Кул любани адама хатта, ва хайру лхаттауна тавабун». «Хайру лхатта ина тавабун». Каждый из сыновей Адама ошибающийся. И ошибающийся самый лучший кто? Те, которые каются. И также Пророк, саллаху, сказал, «Сами, которые любят оправдание, когда оправдывается свой раб, это Аллах, субханаху, тааля». Аллах любит, когда его рабы оправдываются, когда грех делали, и просят прощения. И также мы тоже друг друга должны прощать, если мы хотим, Аллах нас простил. Разницы нету, там, как он говорит, это касается между братьями и сестрой, это не относится. Нет, брат, религия Аллаха, субханаху, тааля, даже если в Коране говорится, «О, верующие», это относится туда верующие мужчины, женщины. Разницы нету. Все ахками, все права, которые есть в постановлении Курана и Сунны, одинаковы для мужчин и для женщин, кроме тех местах, которые отдаленно пришли для мужчин. Или для женщин, физиологически. Да, отдаленно пришли для женщин. А общие хукмы, Куран, Сунна и слова предшественников, все это являются общими для мусульман. Это выходит и женщины, и мужчины. Аллаху а'лам. Сукупфанrenalин. Куран. Продолжение следует...